Приветствую вас. В любом случае, хочу сказать, что кем бы вы ни являлись, нужно понимать, что у дочери серьезные проблемы с самооценкой, с верностью в себе, с детскими обидами на мать и обидами на свою младшую сестру, которая априори всегда является, понимаете, любимой. Молее любимой, чем старший ребенок. И я думаю, я думаю, что отчасти за это нельзя ответственность мать. Конечно, тоже, что у нее выросла такая дочь. Нельзя снимать ответственности матери, это было бы несправедливо по отношению к дочери. То есть, ну, позиционировать вопрос только так, что вот, ну, только дочь виновата и все. Значит, но, поскольку дочь уже взрослая, да, то он здесь работает, ну, не с матерью, которая, в принципе, воспитывала так, как могла, и, может быть, у нее не было другой возможности воспитывать дочь. По-другому я имею ввиду. Вот. То есть, здесь момент-то именно заключается в том, что с матерью ничего сделать, по сути, уже нельзя. Это будет, ну, в силу возраста и так далее. И так далее. А вот дочь? Дочери помочь можно, конечно. Правда, помочь можно только в том случае, если она сама этого хочет. Если не хочет, то помочь можно весьма-весьма посредственно. Теперь, в первую очередь, хотелось бы сказать, что матери не нужно, вот, позиционировать дочь, как серьезного человека. То есть, ее дочь, по сути, делала такой вот обиженный ребенок, который застрял в детстве, в некоторых моментах. Не хочет взрослеть, а в силу своего взрослого уже состояния, понимает, что в каким-то моментами можно манипулировать, использовать их для себя, я имею ввиду. И тем самым получать с этого, ну, какую-то, какую-то пользу, в общем. И по сути, дел, по сути, дел, вот подобная вещь, когда мы говорим о таком отношении с дочерью, когда мы говорим о таком отношении с дочерью, всегда имеет значение то, что самой маме дочерью вообще ничего не сделать. То есть, дочь не настроена ее служит, у дочери своя модель поведения, и если мама хочет что-то изменить, то, в первую очередь, речь идет именно о личностных границах на самом-то деле. То есть, именно личностные границы, это то, что является основным для мам. Что это значит? Вот почему мама позволяет себе такое отношение? Почему она позволяет дочери так к себе относиться? Почему она позволяет синтезировать, обзывать и так далее? Почему вообще пускает ее к себе? Ведь имеет же право этого не делать, правильно? Вот об этом и нужно разговаривать, в первую очередь, с мамой. Возможно, у нее есть чувство вины, которое дочь, опять же, ей прививает. Но нужно понимать, что чувство вины – это средство, значит, управления людьми конкретным человеком. Потому что вина – это очень такое эфемерное чувство, я бы сказал. Почему? Дело в том, что если человек может что-то исправить, в чем он виноват, то он берет и исправляет. А если человек не может что-то исправить, то, в чем он виноват, то он этого, этого, как бы, вина здесь отсутствует, потому что это уже в прошлом. И тот, кто обвиняет, живет, по сути дела, этим самым в прошлом. И такого человека, который живет в прошлом, можно только пожалеть. И вот это именно то, что нужно сделать маме этой женщины, поселить свою дочь и относиться к ней именно как к обиденному ребенку, коим она является, и, не воспринимая ее всерьез, значит, утравить четкие границы того, что дочь может делать, что дочь может превращать присутствие мамы в ее доме, а что нет. То есть, речь идет именно о повышении уверенности матери, о работе над личными границами и о избавлении от чувства вины. Так, по крайней мере, мне видится эта ситуация. Вот, если вы и есть та самая мама, то все это обрисуется вам. Если вы не мама, а просто, например, ну, там, неравнодушный человек, скажем так, то в таком случае я бы рекомендовал вам вот это вот мое видео, мою аудиозапись, показать матери, чтобы она ее послушала и, может быть, обрисовалась бы сама за помощью психологов. Вот, потому что, ну, вот так вот, слишком малой информации вы даете для того, чтобы можно было как-то проанализировать то, что произошло, чтобы как-то вот иметь полную картину, а без полной картины нельзя будет подсказать, как можно исправить ситуацию, хотя бы потому, что, понимаете, сам термин «исправить ситуацию» может приниматься по-разному. То есть, ситуацию исправить как? Как вы хотите исправить ситуацию? Помирить маму и дочь, чтобы сделать так, чтобы дочь так себя не вела, но это можно сделать только с помощью психолога и с помощью установки четких личных границ. Если этого не будет, то, соответственно, нельзя говорить и о исправлении ситуации. Если вы говорите о том, чтобы прямо у всех все было хорошо, то это, к сожалению, довольно сложно будет сделать. Только при условии, если и мама, и дочь захотят работать с психологом, тогда да, тогда все возможно. Но что-то мне подсказывает, что ничего подобного не произойдет. И, скорее всего, в лучшем случае, на что мы можем рассчитывать, это только на то, что дочь, ой, то есть мать захочет поработать с психологом, потому что ей в этой ситуации действительно тяжело. А дочь, ну что, дочь, она выставляет себя в жертву, ей так выгодно, а мама почему-то все это терпит. И вот почему она терпит этот самый главный вопрос. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, пишите в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.